Сочи Когда приезжаешь в Сочи, сразу же попадаешь в зеленое объятие щедрой природы. В 30-х годах 20 века на месте современного Сочи началась большая всесоюзная коммунистическая стройка. Труднодоступные болотистые места, малярийное царство за несколько лет превратились в лучший курорт для советских тружеников. Здесь создаются все условия для отдыха после ударного труда не только на пляже и здравнице, но и в окрестностях. Но вернемся еще на пару десятилетий назад. В Сочи проводятся крупномасштабные исследования для изучения климатических и геоморфологических условий, определения курортных, природоохранных, санитарных, лесопарковых и хозяйственных зон курорта. Именно эти исследования стали основополагающими в дальнейшей истории города. История Тиса Самшитовой рощи как туристического объекта началась задолго до предания ей заповедного статуса. В 1912 году территорию Хосты исследует один из первых членов Русского ботанического общества, а тогда студент биологического факультета НГУ Дмитрий Иванович Красильников. Подтвердил высокую значимость природной территории академик, лесовед и эколог Владимир Николаевич Сукачев. В 1929 году, побывав с экспедиции на Черноморском побережье Кавказа, он обратил внимание на древние колхидские леса в долине реки Хоста и сделал все возможное, чтобы они стали частью Кавказского заповедника. Спустя два года, 30 июля 1931 года, реликтовый лес становится Тиса Самшитовой рощей и получает заповедный статус. Субтитры создавал DimaTorzok Тиса Самшитовая роща расположена отдельно от основной территории заповедника. И, пожалуй, это самая доступная часть огромной природной территории, тем и привлекает многочисленных туристов круглый год. Район типичных ландшафтов Северо-Западного Кавказа, где в нетронутом виде сохранилось огромное богатство растительного мира, доставшееся в наследство от минувших эпох. Здесь до сих пор остается в первозданном виде доисторический реликтовый лес третичного периода, покрывавший Европу 18-20 миллионов лет назад. В общей сложности в роще произрастает более 500 видов растений. Здесь 60% всех видов реликты, а 20% больше нигде не встречаются. Природа есть природа. И потом самое большое и самое ответственное – это то, что ты каким-то определенным способом или не знаю, как это даже выразить, но ты соприкасаешься с этой природой, ты несешь в какой-то степени ответственность за нее. Юлию Ерофееву в заповеднике называют хранителем Тисосамшитовой рощи. Работе по сохранению природной территории она посвятила 45 лет. И это не окончательная цифра. Хоть и давно уже вышла на пенсию, все равно чуть свет, Юлия Андреевна уже на рабочем месте. Признается, роща – это любовь на всю жизнь. И любовь эта взаимна. Все, все проходит через себя, особенно когда это идет нарушение, и ты понимаешь, что это нарушение, перед тобой стоит женщина и начинает плакать. Ой, да вы знаете, у меня ребенок болен, да я вынуждена идти какую-то ветку зеленую сломать и продать ее. Поэтому вот, ну и те, которые идут просто не понимая того, что сойдя с тропы, он какой-то сейнец раздавил, понимаете, какую-то букашку раздавил. Он этого не понимает. Для него это, в общем-то, ничего. А мы-то, мы-то беспокоимся за каждую букашку и за каждый сейнец и за каждую веточку. Наша задача все это сохранить, чтобы наши потомки прежде всего увидели то, что мы сегодня видим. Главная роль в сохранении природы не только рощи, но и заповедника – у госинспекторов. Покой животного и растительного мира – это их прямая ответственность. Так устроено сейчас, так и было 90 лет назад. Изменились лишь должности. Тогда госинспекторов называли наблюдателями, а позже – лесниками. Первое таксационное описание рощи датировано 1932 годом. В это же время под руководством первого лесничьего рощи Петра Давыдовича Лазука здесь начались научные и исследовательские работы. Заложили первые пробные площади Тиса и Самшита. Их без труда угадывает и сегодня начальник хостинского отдела Александр Ерофеев. В семь лет Саша убежал от мамы и спрятался в развалинах крепостях. Лесники отправились искать, но не нашли. Получил тогда ремня дома, вспоминает старший госинспектор. Я был парень, так скажем, не очень усидчивый, поэтому у меня было задание сразу после школы, через 20 минут, чтобы я был здесь в рощи. Азбуку учил по табличкам в рощи. Считать тоже научился здесь. Складывал в уме количество аншлагов на заповедных тропах. Официально устроился на работу в рощу в 14 лет. Сначала дворником, а через два года стал лесником. Вернулся сюда же после службы в армии, да так и остался. И снова, как когда-то его матери Юлии Ерофеевы приходилось выбирать, семья или работа. Выбор все равно стоял. Ребенок у меня, сын, он уже вырос. Но вырос, можно так сказать, я не принимал участия. Я мог только прийти домой и сказать, что это правильно, это неправильно. И больше ничего, потому что сутками я был на работе. А по-другому нельзя. Здесь надо или находиться постоянно, или тогда можно уже тогда и не работать, если ты не можешь здесь находиться постоянно. Роща требует к себе постоянного внимания. Туристические тропы, порядок, безопасность туристов тоже на плечах инспектора. По словам Александра Ерофеева, за десятилетия изменились разве что условия работы. Все мы люди, как и в то время, так и сегодня. У всех у нас две ноги, две руки. Но сейчас просто больше добавилось техники, так скажем, которая помогает нам в работе. Но сейчас инспектор и делает больше. С этой техникой он может достичь большего. 300 гектаров, столько занимает роща, инспекторы могут за день обойти. Обход пеший. Другого эффективного способа следить за заповедной территорией рощи так и не нашли. Больше всего сил уходит на поддержание в порядке туристических троп. Каждая ступенька, каждый мост и поручень сделаны руками сотрудников. Бывает, что за сезон перекладывают, ремонтируют, строят один и тот же участок маршрута по несколько раз. Где-то дерево упало, освобождают и восстанавливают тропу. Где-то лестницы истерлись под ногами тысяч туристов. Все сами. Инструмент за плечи и в путь. Все человечество, коль берет какую-то планку, значит ее надо сохранять. Если раньше достаточно было пройти по этой козьей тропе и показать наблюдателя лесников, вот здесь такое дерево, здесь такие животные, то сегодня уже и турист пошел более другой, который привык к цивилизации, который хочет пройти там, не замочив ноги, не испачкавшись, чтобы у него была водичка в сумочке. Естественно, инспекторам также надо им все это сделать. И не просто сделать, надо еще и также сохранить это. Природа рощи завораживает. Не случайно привлекает внимание различных режиссеров, кинематографистов. Сюда приходят, влюбляются и остаются работать. Так случилось с Вектором Кармановым. Четыре года назад парень приехал из холодной Якутии отдохнуть в Сочи. На родине занимался добычей полезных ископаемых. Бывало, что и бивни мамонта доставал из вечной мерзлоты. Увлекался охотой. Здесь он на страже природы, говорит, инстинкт северного охотника помогает в работе. А вот к южному климату пришлось привыкать. Первые два года у меня же от жары я вообще еле ходил. Ну, тяжело было, жара. Потом привык, сейчас уже привык. Ну, город, город это уже. Спуски, подъемы. Потом так. Здесь лучше. Ну, здесь теплее. Море. Природа красивая очень. Природа не просто красивая. Это настоящая лаборатория под открытым небом. Здесь совершали открытия и проводили исследования десятки видных ученых. Биологов, энтомологов, орнитологов. Изучение рощи продолжается и сегодня. Пережив страшное нашествие инвазивной огневки, здесь происходят удивительные природные процессы. А каждый посетитель своими глазами может наблюдать, как преображается лес. А на месте погибших растений появляются другие виды. Но и железное дерево не утеряно безвозвратно. Молодая поросль уже набирает силу. Природа сама о себе очень хорошо беспокоится без нашего вмешательства. Прежде чем гусеница съела листья самшита, то есть привела его к гибели, он ведь у нас отсеялся. Причем семян было больше, чем обычно. Мы просто не понимали того, что завтра мы не увидим этого самшита. А он отсеялся и сегодня прекрасные всходы. И все растет. Так что наши правнуки придут в лес. История рощи – это люди. Те, кто десятилетиями охранял, изучал, просвещал. Петр Давыдович Лазук, Нелли Федоровна Солнцева, Иван Васильевич Широков, Раиса Григорьевна Тростьянова, Петр Арнольдович Тильба, Борис Сокоевич Туниев и многие другие – исследователи и просветители рощи. Роща живет, и в истории древнего леса появляются новые имена. Ну, самое главное – сохранить, что есть. Самое главное – сохранить, что есть. Конечно, работы много. Как и в северной хозяйке дома, да, то есть она убирает каждый день квартиры, это незаветно. Это ежедневный труд инспекторов. Я преклоняюсь им. Я делаю туризм, я делаю просвещение. Каждый занимается своим делом. Когда мы комплексом этим все занимаемся, но не вредим в природе, и у нас есть результаты. Какой результат? Не деньги. Результат – то, что там были люди и увезли с собой все новое. На воспоминания о настоящей роще, которая поднимется. Совершить путешествие во времени, увидеть лес до ледникового периода, чудиться волшебным лесу, прохладным летом или теплой зимой может каждый гость курорта Сочи. Тисосамшитовая роща – без преувеличения уникальная достопримечательность. На курорте – это единственная территория, включенная в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Этому лесу не нужна реклама курортных зазывал. Рощу знают и любят местные жители и те, кто уже приезжал в город у моря. Ведь однажды, пройдя по ее тропам, заплутавши в лабиринте и заглянув вглубь веков, вдохновляешься и хочется возвращаться обратно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова